Искитимский историко-художественный музей продолжает открывать миру прекрасное, доброе, вечное. Сотрудники музея всегда уделяли большое внимание работе с посетителями не только оффлайн, но и онлайн. А в современных условиях эта деятельность приобретает новые масштабы и краски. Открытие выставок, множество культурных мероприятий и уникальные исторические артефакты сотрудники музея показывали своим посетителям не только в его стенах, но и на бескрайних просторах интернета. То есть у нас всегда велась большая работа в группе ВКонтакте, в Инстаграме, на сайте. Мы размещали везде выставки, общались с нашими посетителями. Когда все перешли на режим самоизоляции, мы тут же образовали дополнительную группу ВКонтакте. Искитимский музей онлайн, так и назвали для понятности. Думали, что это ненадолго, оказалось, что надолго, поэтому сейчас там деятельность только развивается. С чего мы начали? Мы сразу разместили в группе Искитимский музей онлайн все наши материалы, все наши наработки, которые уже были. То есть мы туда перенесли нашу виртуальную выставку из истории одного экспоната. В этом году к юбилею Победы это из истории одного военного экспоната. Было размещено три материала. Солдатская ложка, немецкая трофейная гармошка и фронтовой дневник солдата. Мы туда перенесли онлайн-экскурсии, которые готовили в прошлом году ко дню города. Это наш экскурсовод Нина Анатольевна Балабко рассказывает, ведет экскурсии онлайн по экспозиции «Скитим. Вехи истории». Они разбиты на четыре части. Вот вся история «Скитима» и «Скитимского района» проходит в онлайне. Далее мы туда перенесли ссылки на платформу «Артефакт». Это то, что мы презентовали в декабре. Выставка «Православное наследие» в нашем зале иконописи, которую можно посмотреть на платформе «Артефакт». Мы туда перенесли ссылку на «Скитимский музей» на платформе «Изитревел». Это зал природы. Также можно зайти и в зале, и с любого смартфона компьютера. Вот сейчас нам это очень пригодилось. Ну а когда мы поняли, что через неделю мы не начнем напрямую общаться с нашими посетителями, начали развивать активнее. Начали акцию «Онлайн флешмоб. Мой герой». Это что за акция? Это каждый желающий поучаствовать должен предоставить фотографию свою или своего ребенка, внука, держащего в руках фотографию героя войны, участника войны или труженика тыла. К фотографии прилагается описание, кто изображен, как зовут непосредственно этого внука-правнука, как зовут прабабушку или прадеда, каков их вклад в общую победу, и его краткое жизнеописание. Ну, любое описание, любая информация, которой семья владеет. Вот, значит, с 24 марта по сегодняшний день в этой акции уже приняли участие 14 семей. Очень активно люди участвуют, причем всех возрастов, и от 4-летних детей до 70-летних женщин, которые фотографируются с фотографиями своих отцов. Можно не только свежую фотографию, можно фотографию, которая уже была сделана во время шествия бессмертного полка. Вот таких большинство присылает. 30 апреля эта акция завершится, и из всех присланных фотографий мы сделаем большой баннер, разместим его на музее, там также будет подписано, кто на этих фото изображен. Вот онлайн флешмоб «Мой герой». Планируемая традиционная выставка «Пасха дивная, чудо красное» в этом году также развернулась в виртуальном пространстве и за неделю набрала немало мастеров, мастериц и их поклонников. Мастера готовили, сделали бисерные поделки, вышивки, картины писали. Обидно, если такой труд пропадет, поэтому мы вчера всех пригласили фотографировать свои работы, и мы также выкладываем, что это выставка, посвященная Пасхе, весну никто не отменял. Уважаемые наши мастера, мастерицы, участвуйте. Буквально за вчерашний вечер, несколько часов, уже откликнулись 10 мастеров, предоставили порядка 70 работ фотографий, к счастью, они у них уже были. И что самое интересное, из этих 10 мастеров 9 новых. То есть в музей же приходят уже с выставками привычные люди в возрасте, которые уже из года в год на эту традиционную пасхальную выставку готовятся предоставить свои работы. А здесь мы смогли привлечь неожиданно для себя людей, которые никогда у нас не принимали участие ни в каких выставках. Но они молодые, они в онлайне всегда, они смотрят вот такой призыв, они друг другу кинули какие-то призывы поучаствовать. И у нас появились две мастерицы из Новосибирска. Одна очень интересная, Ольга Соколова, авторские куклы высочайшего качества. Вязание, принял участие даже детский сад Дюймовочка, также его очень активные молодые воспитатели Наталья Лихно. Она увидела в онлайне наше воззвание поучаствовать в этой выставке, сфотографировала работу, которую ее группа готовила к Пасхе, и вот тоже выложили. Сегодня день только начался, поэтому все еще впереди, поток работы идет и идет. Не только эскитимцы посещают городской музей онлайн. Его гостями уже стали жители Ленева, Бердска, Новосибирска, Москвы, а также посетители из США, Франции, Германии и Ирландии. А платформа музея готова открывать таланты миру и дальше. Уже сегодня позвонило управление образования. У них должна была 23 апреля стартовать выставка детского творчества, городская выставка. Естественно, она не состоится в музее, но опять же дети готовились, нельзя, чтобы эти работы пропадали. Поэтому управление образования обратилось вот с такой просьбой. Давайте мы ее тоже выложим онлайн. Сегодня они готовят положение, рассылают по всем учреждениям образования, школьным, дошкольным. Педагоги также будут фотографировать все работы, подписывать, чья работа, как называется. Это тоже все пойдет в ВКонтакте. Искитимский музей онлайн и в Инстаграме Искитимского музея. То есть как-то вот не прекратилась деятельность музея, стало даже, наоборот, интереснее, как-то масштабнее. По инициативе Управления культуры Искитима к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в центре города был заменен баннер, установленный на улице Пушкина, напротив парка. Это два баннера, посвященные Искитимцам-героям войны, два баннера Искитимцам-героям тыла. Они так и называются. Фотографии мы использовали сюжетные, постарались выбрать интересные. Наши сотрудники научные выбрали фотографии, которые отражают, как работали люди в Искитиме в различных артелях, как тимуровцы заготавливали дрова для стариков. Военные фотографии также сюжетные. Уходят люди в сражения, фотографируются с другом на фоне кружевной скатерти, с гармошкой, как это было принято. Вот такие интересные фотографии. И также размещена информация на этих баннерах, цифровая, различные с фамилиями, кто участвовал в войне, какие артели работали во время войны в Искитиме, сколько ушло на войну, сколько пришло с войны, сколько героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы. То есть, если подойти к этим четырем баннерам и постоять у них, задержаться буквально на 10 минут, то сам для себя проведешь такую небольшую экскурсию, знаешь, о вкладе Искитима в победу. Прежние четыре баннера к 300-летию города Искитима содержали фотографии и информацию из фондов музея. Обновленная экспозиция также состоит из фотографий музейного фонда.